Привет всем! Пока перебираю зелень от корневого сельдерей, хочу немножко рассказать, как у нас идет вакцинация. С экранов телевизоров нам говорят, что у нас все добровольное. На самом деле, у нас добровольно-принудительная вакцинация. Разные уже способы вырабатывают, так как власти нужна хорошая статистика, они, соответственно, требуют с работодателей, чтобы они уже, в свою очередь, требовали от работников, чтобы они пошли и поставили себе какую-нибудь вакцину. С экранов телевизоров нам еще также утверждают, что нам помогут, когда мы придем вакцинироваться, нам все подскажут, какую вакцину нам поставить. Ну, у нас, может, потому что мы в деревне живем, у нас такого нету. Мы должны сами себе выбрать вакцину и только прийти и сказать, вот поставьте нам такую-то вакцину, потому что у нас как-то не особо кто-то желает, что-то рассказывает и не знают вообще. Как посмотришь, спрашиваешь, а Чумаковская вакцина это Кови-Вак, они говорят, а я не знаю. Вообще такая интересная ситуация, когда человек, который ведет осмотр, он не знает, что это Кови-Вак, это Чумаковская. Не знаю даже, что Кови-Вак в разных ампулах говорят, что надо два человека приводить. А это у нас спутник, надо два. В общем, надо все читать, все надо узнавать, только потом идти и прививаться. А так могут, ну, так вот погонять немножко. А так вот, разными такими методами используют работодатели. Кто-то говорит, что не пойдете в отпуск летом, кто-то говорит, что приму не получите. В общем, разные такие вот способы воздействия на работников, чтобы они поставили вакцину и, соответственно, повысили статистику. И не знаешь, подоставишь, будет от нее толк или нет. В общем, благо это или вред, не знаю. В общем, скажите ваше мнение, как вы вакцинировались, не вакцинировались. Потому что, например, говорят же с экранов нам, в телевизорах тоже, что пожилым, особенно людям, прям надо ставить вакцину. Но одной моей родственнице сказали, что не надо вообще вам ставить, потому что у вас возраст такой уже 70+, и то, что разные хронические заболевания, не надо ставить. Но это благо она в Новосибирске как бы обследовалась, и ей такое сказали. А у нас бы такого вообще не сказали. Скорее, иди ставь. Поэтому разные, так сказать, мнения, и в то же время еще и все не исследовано до конца, поэтому не знаешь. Будет толк от этой вакцины, нет? Ну, такие вот дела. Ну, у меня был такой опыт, что сразу после вакцинации я заболеваю. На второй день я заболеваю. Кашель, горло заболело, поэтому... Не знаю, то ли это так вакцина подействует, то ли где-то простыл. Поэтому посмотрим, поживем, увидим, какой будет эффект. Надеемся, что хороший все-таки. Главное не болеть. Вот такие вот получились корни. Обрезали все лишние, эти мелкие корешки снизу. Сверху тоже вот так вот срезали листья. И подсох он немножко. Сейчас его перенесем, в общем, под крышу, где у нас и редька лежит, чтобы он немножко, так сказать, дальше досыхал, но не пересыхал. Главное, чтобы затянулось вот это вот место среза. Корни сельдерея в этом году вот росли абсолютно без ухода. Как-то времени совсем не хватало, поэтому... Но все равно выросли вот такие вот, в принципе, хорошие. Они не переросшие. Потому что бывает, когда... Вот в прошлом году они были покрупнее, и некоторые, как бы, внутри даже пустоватые были. А вот эти все целенькие, такие вот кругленькие, хорошие корешки выросли. Ну вот, целый мешок вот такой большой получился сельдерея, зелени. А всем хочу пожелать здоровья, счастья, мира и благополучия, чтобы все было у вас хорошо. Всем пока-пока.